всем доброго времени суток вы на канале я видеограф сегодня мы с вами проведем такой тест для меня самого будет это загадкой то есть мы проверим на скорость и на качество синхронизации 2 плюролайсов 4 и моей любимой версии версии 35 итак я запускаю 2 плюролайса 35 я запустил оба плюролайса я вам показываю их версии версия 4 4 1 8 версия плюролайса 35 35 10 сборка 20 183 если вы будете искать эту версию она есть в различных сборках с различными цифрами после пятерки или после тройки но именно эта сборка работает без глюков то есть может быть версия 352 но у нее будут удаляться файлы из вашей таймлинии плюролайса могут быть какие-то глюки и так далее недоработки вот эта версия работает стабильно я ее пользуюсь уже очень давно и косяков недостатков и багов не не замечено поэтому мы продолжим и так в чем будет состоять тест я загружу одни и те же файлы 4 и версию 35 плюролайс и мы проверим скорость синхронизации а после синхронизации мы проверим насколько качественно насколько качественно синхронизировался наш материал то есть мы проверим сколько файлов не смог синхронизировать плюролайс 3.5 и сколько не смог синхронизировать плюролайс 40 единственное преимущество 4 плюролайса перед 35 пока что это возможность экспорта напрямую выйдет но там есть особенности об этом я записал отдельный урок если видеофайла будут с различной частотой кадров то есть кто-то снял 25 кто-то 50 по такой проект вы не сможете напрямую экспортировать в идиус так давайте начнем я открою видео материала я перекидываю сюда две папки 2 3 и одновременно перекидываю их сюда будем параллельно делать еще кое-что одновременно буду закидывать и сюда и вниз ну и закинем еще парочку файлов давайте вот эту и сюда и сюда я замечу что никаких идеальных условий я не создал то есть у меня есть запущенные программы у меня есть запущенные браузера у меня есть программы фоновом режиме работающий поэтому мы проверяем скорость двух программ в реальных условиях ну и давайте еще вот эту папку дана им сюда но все на этом более импортировать файлы я сюда не буду этого нам достаточно чтобы проверить качество синхронизации разных плюралайсов у нас выскакивает уведомление что 34 клипа у нас меньше пяти секунд но ничего страшного это не наши проблемы и так настал час истины и сейчас мы одновременно нажмем кнопку синхронизации процессор будет распределять как он будет это делать это его проблемы распределять мощности между 4 и 3 версии я просто нажимаю синхронизацию здесь и здесь в следующий этап у от 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 Продолжение следует... Итак, синхронизация в 3.5 версии Pluralize завершилась, и несинхронизованными остались 338 файлов. Давайте дождемся окончания синхронизации в 4 Pluralize и посмотрим, как там с качеством синхронизации. Со скоростью у нас побеждает версия 3.5. Продолжение следует... Итак, с разницей в 4 минуты после Pluralize 3.5, Pluralize 4 заканчивает синхронизацию. То есть по скорости он остается на втором месте. А теперь по качеству синхронизации. Напоминаю, Pluralize 3.5 не смог синхронизировать 338 файлов. Давайте проверим, сколько файлов здесь. 363 файлов. 363 файлов не смог синхронизировать Pluralize 4. Итак, по скорости синхронизации и по качеству синхронизации Pluralize 3.5 оказался на первом месте. Если вас не устроили каким-то образом результаты моего теста, обязательно проведите тест у себя и напишите о собственных результатах в комментарии. А если вы не хотите использовать Pluralize для синхронизации видеоматериала, подключайте тайм-код на ваших камерах и синхронизируйте непосредственно видеоматериал в Эдиусе. Ссылка на такое видео будет в описании. Всем хорошего настроения. Пока. Продолжение следует...